Вопросы армян в Западной Армении 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 Следует считать создаваемое в последнее время Спонтанно, иногда и с молчаливого согласия Турецких властей, земляческих союзов Известно, что земляческие союзы имеют Достаточно большое распространение В реальности армянства Однако именно для армян, проживающих в Западной Армении Такие организации новость Начавшийся всего несколько лет назад Процесс сегодня стал развиваться Из чего можно сделать вывод, что Земляческие союзы постепенно играют Более серьезную роль в реальности коренных народов Так, несколько лет назад Был создан земляческий союз Мусалера, далее союз армян Малатии Которые являются организациями Состоящими из членов христианского армянства Или так называемой официальной общины В контексте проблемы формирования Земляческих союзов Довольно значительным развитием Можно считать создание союза сосунцев Поскольку в его составе есть Как христиане, так и огромное количество Сменивших и обращенных веру армян Это, пожалуй, была первая общественная организация Включающая в себя группы армян Сменивших веру в Западной Армении Также отметим Организация и ее председатель Азид Дагджин Сделали несколько смелых заявлений И шагов в направлении сохранения Армянского историко-культурного наследия В Сосуне и прилегающих территориях Посольство США, отвечая на вопрос Армен Пресс Готовится ли Америка представить Проект резолюции по гуманитарной ситуации В Арцахе после срочного заседания Совета безопасности ООН 16 августа Ответила Минувшую среду на заседании Совета безопасности ООН По Нагорно-Карабахскому вопросу Под председательством Постоянного представителя США при ООН Посла Линды Томас Гринфилд Были обсуждены вопросы Связанные с текущей гуманитарной ситуацией Мы не видели проекта Резолюции и утверждения о том Что Соединенные Штаты Оказывали давление на государства-члены Чтобы они не подписывали резолюцию Является абсолютной ложью Как сказано в нашем заявлении В Совете безопасности ООН Гуманитарная ситуация в Арцахе Продолжает вызывать у нас глубокую обеспокоенность Мы призываем правительство Баку Как можно скорее открыть Берзорскую дорогу Для гуманитарного, коммерческого и частного транспорта Как сообщает Арцах Пресс Гвардиан касаясь ситуации в Арцахе Пишет Арцах сейчас испытывает острый дефицит Еды мало По данным Международного комитета Красного Креста Также отсутствуют основные лекарства Средства гигиены и детское питание Супермаркеты пусты Из-за нехватки топлива Общественный транспорт не работает Часа пика в городе больше нет Многие районы лишены воды и электричества Издательство The Guardian также отмечает Жители Арцаха говорят, что план Баку ясен Заставить их голодать И если дорога вновь откроется Жители покинут страну Также издание пишет Несмотря на определенный дипломатический прогресс Баку до сих пор не прислушивается К международным просьбам И рассматривает конфликт вокруг Арцаха Как внутреннюю проблему Баку собирается превратить церковь Сурб Аминапаркич Казанчисот в мечеть Об этом в беседе с Ньюзаем рассказал архитектор Артак Гулян Прежде чем снять купол церкви Сурб Казанчисот в Шуши Баку заявил, что он якобы русский Включая Канаджам, который они уже сняли Но имеются исторически неоспоримые доказательства Что купол Казанчисот был таким, каким был до его сноса По проекту архитектора с армянскими надписями и так далее Я наблюдаю за тем, что они пытаются сделать с Казачисот И могу сказать, что они выдумывают какие-то ложные научные основы Во-первых, мне кажется, что в Шуши и Бердзоре не они, а какие-то турецкие строительные организации Всячески лишающие армян церкви У турок большой опыт тюркизации византийских церквей Примером тому является Святая София Архитектор считает, что бы они ни делали Сурб Казачисот останется армянской И им не удастся это скрыть Если церковь Сурб Аминапаркечка Занчисот в Шуши будет сохранена Измененной, то в оккупированных районах Арцаха Есть монастыри и церкви, судьба которых неизвестна Церковь Сурб Аминапаркечка Занчисот Была построена с 1868 по 1887 года Во время Второй Арцахской войны 8 октября 2020 года Военные воздушные силы Баку Обстреляли и подвредили купол церкви Как сообщают турецкие СМИ В одном из самых величественных сооружений Араратского царства Проведенные раскопки на протяжении 36 лет Крепости Айонис Пролили свет на 2700-летнюю историю Крепость Айонис Ванна Построена правителем Ванского царства Русса II На холме, примыкающем к озеру Ван Раскопки и реставрационные работы крепости Продолжаются в полном разгаре Крепость привлекает внимание орнаментами И важными находками Крепость Айонис – одно из важнейших И уникальных античных сооружений Араратского периода Благодаря своему убранству Стенам из сердцового кирпича И гравировкам на камне Посвященном богу Халди В этом году особое внимание Уделяется сохранению и восстановлению Задней части храма Руководитель раскопок Мехмед Ишикли сказал следующее Основная часть 36-летних раскопок Была проведена на территории комплекса Посвященную богу Халди Богатый археологический материал Обнаруженный на территории храма Открывает перед нами простой путь понимания И представление урарских религиозных обрядов В араратский период В результате чего В крепости Айонис больше возможностей Чем в других араратских сооружениях С 22 по 23 августа в Кыргызстане Проходит Кубок мира по самбу 2023 В первом туре соревнований Армянские самбисты завоевали медали Передает Армспорт В весовой категории 64 килограмма Бронзовую медаль завоевал Артур Манукян Еще одну бронзовую медаль В весовой категории 88 килограмм Завоевал арцавский спортсмен Ваган Чалян И в завершении новостей Послушаем армянскую народную песню Иммурадин в исполнении ансамбля Сасна Церер Такими были новости на сегодня Всем мира и добра!